Электропривод сидения не работает. И первое, с чего нам нужно начать диагностику, определить, какие именно функции не работают. Двигается ли сидение вперед-назад, вверх-вниз, и опускается-поднимается спинка. Может не работать что-то одно, или все сразу. Далее проверяем предохранитель питания сидения. Берем мультиметр и прозваниваем сопротивление. Если он рабочий, мы увидим сопротивление. Если нет, мультиметр покажет нули или ол. Если при установке вы услышали, что он шелкнул, значит через предохранитель проходит большая нагрузка, и проблема может быть в самой проводке. Далее проверяем основной разъем под сидением. Обычно его можно случайно рассоединить, когда происходит уборка салона. Рассоединив и соединив разъем, привод может заработать. Если это не дало результат, нам нужно убедиться, что плюс-минус подходит к разъему. Обычно силовые кабеля толще обычных, где минус обычно черный, а плюс красный. И чтобы убедиться, что на них есть питание, использую контрольную лампочку. Далее переворачиваем сидение, находим двигатель, который отвечает за движение сидения вперед-назад. Эти два двигателя отвечают то, что сидение опускается и поднимается. И верхний электродвигатель отвечает за спинку, которая движется вверх-вниз. Чтобы проверить двигатель привода, нам нужно на него подать плюс-минус. Меняя полярность, двигатель будет крутиться либо в одну сторону, либо в другую. Для этого нам нужно найти разъем питания и подать напряжение на те провода, которые идут к конкретному двигателю. На контрольке загорелась лампочка, значит двигатель в рабочем состоянии. В таких случаях неисправность может быть в самом переключателе. Но нередкий случай проблема в разъеме или окислились контакты, которые нужно будет в дальнейшем зачистить. И если видео было информативным, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.